Корреспондент телеканала ЕРТС побывала на пожарно-тактических учениях ДЧС. Анастасия Ерш приняла участие в эвакуации и благополучно приземлилась на спасательный батут. Как вести себя в стрессовой ситуации в нашем следующем материале. Пожар произошел на третьем этаже. Спасатели на собственных руках выносили жильцов дома из горящего здания. Тех, у кого был заблокирован вход, эвакуировали с помощью подъемников и так называемых батутов. Таков был сценарий учений. Процесс эвакуации жильцов из многоэтажных домов может различаться в зависимости от специфики здания. Но батут есть всегда в арсенале спасателей. В свете последних событий по стране мы сегодня отрабатываем практические тренировки по действиям наших пожарных подразделений. Также жители в целях предотвращения паники, чтобы жители не прыгали с этажей, знали, как эвакуироваться, какие действия должны быть при пожаре. Вот эти все данные мы сегодня отработали на практике. На данных учениях были задействованы силы и средства гарнизона города Павлодар. На данных учениях отработаны действия личного состава подразделений, также отработаны действия жильцов. К слову, сотрудники ДЧС провели лекцию для жильцов дома, где рассказали о правилах поведения во время пожара. Тут спасатели объясняют нам, что делать при пожаре, какие мероприятия привести. Очень интересно, полезно. Побольше такие мероприятия, что проводили, потому что недавно был пожар, не знаю в каком городе, и мы видели, что из окон прыгали дети, люди, потому что многие не готовы, не знают. «Напомним, если вы столкнулись с пожаром, нужно незамедлительно позвонить по номерам 101 и 112. Знание банальных правил может спасти ваши жизни и жизни ваших близких. Закройте нос и рот влажной тряпкой, уходите от огня, не пользуйтесь лифтом, не бейте окна и ни в коем случае не тушите легковоспламеняющиеся жидкости и электроприборы водой». Анастасия Ерш, Алексей Мехедов, Ертысакпарад.